Добро пожаловать домой! И мужество Владимира Жемчугова и Юрия Супруна, которые не сломались в плену и не предали Украину. Юрий был и остается работником международной организации. И расчет террористов был очень прост. Ни мандат ООН, ни мандат ОБСЕ никто не сможет защитить, если они решили запугать или взять в плен. Но ни Владимир, ни Юрий не сломались. Я хотел бы, чтобы сейчас услышал весь мир. Мы своих не бросаем. Владимир Жемчугов находился в плену боевиков с конца сентября 2015-го. Когда начались военные действия на Донбассе, он вывез из Красного Луча близких, позже привозил продукты и лекарства. Случайно подорвался на растяжке, получил тяжелые травмы глаз, ему оторвало руки. Владимир пытался покончить с собой, хотел броситься под машину на дороге, но попал в руки боевиков. Они обвинили его в подрыве железнодорожных путей и линии электропередач. Юрий Супрун, представитель ООН. Его боевики задержали якобы за шпионство весной 2016-го года. Я человек, который родом из Донбасса. Я русский по национальности. Родился и вырос на Донбассе. Бывший шахтер. Но так же и сложилось, что я по-другому начал мыслить, чем простые люди на Донбассе, которых обманули. На сегодняшний день обманули просто, рассказывая здесь, что тут фашисты какие-то, тут нацисты. И там в оккупации не боимся, не побоялись взять в руки оружие и начать бороться с российскими оккупантами и с украинскими предателями, которые там стали на сторону российской армии, российского оккупационного режима. Не надо смотреть на меня, что я так сильно ранен и так сильно пострадал. Война есть война. Людей убивают, ранят. Но всегда за войной придет победа.